Замок Сильвербек Итак, мы отправились туда и захватили замок, не дав Сильвербеку опомниться. Его армия была велика, но мы расправились с ней. Вы шли целый день, и у вас мало солдат. Зато они уверены в себе. Воспользуйтесь этим и атакуйте сейчас, ночью. Я обожаю просто эту тему из Струнголда первого. Она обалденнейшая. Ну замок, вы в принципе видите, что у нас здесь имеется. У нас здесь имеется какое-то ограниченное количество юнитов. Замок громадный. Мы этим ограниченным количеством юнитов просто так не прорвемся. Нужно искачать слабые, уязвимые точки. В принципе, все юниты здесь, которые даны полное говно, кроме лучников. Вот, все остальные. Ну ладно, все здесь играбельные, только вот я не понимаю, зачем дают саперов, которыми воспользоваться очень тяжело. Я даже не знаю, как им правильно пользоваться вообще саперы. Вообще не понимаю, как им правильно пользоваться в Струнголде. Ладненько. Подводим лучников для того, чтобы расстрелять собак. Вообще, это как бы собаки, а не волки. Я как бы хочу их называть волками постоянно. Но собака ауф не делает, а вот волк делает. И не важно, какой волк, любой делает ауф. Выходим на позиции. Уничтожаем всех собак, всех псарни максимально. И постараемся убить вот этих вот охранников псарин. Правда, лучники чего-то не хотят их убивать. Я абсолютно не понимаю, почему их лучники не хотят убивать. Да и черт с ними. Значит, мы будем делать немного по-другому. Крестьяне-лучники, это самые полезные войска здесь. Они самые быстрые, соответственно, нам нужно подводить лучников таким образом, чтобы они расстрелили вот этих вот крестьян, которые стоят сейчас за определенным заграждением, за заборчиком. Этот заборчик называется волчьими ямами. Да, волчьи ямы в Струнголде третьем выглядят. Ой, именно так. Я тут нечаянно нажал альтап. Надеюсь, никто этого не заметил и не видел. А даже если и видел, вы этого не видели. Все так. Идем расстреливать волчьи ямы, потому что этот заборчик... То ли, я не знаю, то ли он ядовитыми маслами намазан, то ли черт его знает, что там с ним не так. Но он ядовитый, и когда мимо него проходишь, они приятно уничтожают ваше войско по ХП. Следовательно, нам нужно избавиться от него катапультами и только теперь пробегаться абсолютно всеми. Крестьяна я веду специально для того, чтобы прикрывать лучников. И здесь мы уже отвоевали, смотрите, огромные территории. Замок расположен в низине. При этом он находится в горах. При этом по этим горам можно шляться. Вопрос, на кой черт Силвербек встроил замок прямо вот здесь? Почему не построить его было подальше от гор? Посмотрите, я просто иду лучниками, выношу его лучников со стен, и мы по факту находимся на одном и том же расстоянии. Что они сверху находятся, что я примерно так же нахожусь сверху. Им в разы неприятней только от этого. Кстати говоря, вот эти пехотинцы, которые здесь отлетают, нам пригодятся в будущем. Я еще раз о них чуть позже напомню. Сейчас вот эти мои лучники отрабатывают по этим пехотинцам. Это круто, весело и хорошо. Главное, чтобы они по ним хорошо отработали. Нужно убить всех пехотинцев здесь, ну и плюс дополнительно снять всех лучников. Всех пехотинцев мы убили, всех лучников более-менее сняли. Попробуем теперь вот с этой вот горочкой поснимать кого-нибудь. Не буду я тратить лишнее время на то, чтобы пытаться найти какие-то прострелы, но было бы неплохо, если бы эти прострелы легко нашлись. Кстати говоря, лучники почему-то даже не хотят вообще стрелять. Не вижу я вообще ни одного прострела здесь. И походу... И походу я не могу найти ни одного прострела. Ладно, черт с ним. Уходим. Лучники мы отработали, теперь нужно отработать по близости. Вот здесь уже будет вроде опаснее. Типа фишка в том, что лучников у нас осталось не так много, а нам нужно еще поубивать других лучников. Поубивать еще юнитов всяких разных. Ну и в общем, вы сейчас все увидите. Лучники пошли атаковать постепенно. Ребята, которые стояли здесь на прикрытии, поэтому нам сейчас нужно атаковать всех остальных. Так, там вроде кто-то там идет. Ну, мы всех поубивали, кроме одного. Ребята, в хорошем настроении? Не тратить зря стрелы! Лучники, в путь! Нет, мы не всех поубивали. Выступаем! А вот он идет к нам, мечник. Все отличненько, вроде как всех поубивали. А теперь нам нужны самые небесполезные войска, которые у нас здесь есть. Это господа ополченцы, или же в простонародье копейщики, которые будут метать свои копья по этому мечнику, который идет к нам. Нам нужно убить этого мечника в любом случае. Конечно же, мы будем убивать его через копья и луки. Все. Зачем нам эти все пешие войска? Это все бесполезные. Конечно, сэр. Бесполезно я. Абсолютно. Зачистили. Все, зачистили. Все, что только можно. Теперь идем через низ. Все войска выводим вниз. Никаких проблем у нас возникнуть, по идее, теперь не должно. Теперь у нас есть ополченцы, которые наши местные лучники, местный аналог лучников. Теперь у нас есть еще дополнительно лучники, которые, в принципе, остались в количестве 10 штучек. Нам нужно подойти и убить абсолютно всех охранников, которые стоят на входе. Ну, а их всего лишь двое. Это наши местные псари, которых мы еще до этого должны были убить до этого, но не получилось, потому что Стронхолл 3, Стронхолл 3. Спасибо огромное вообще за эту игру. Вашему слугам, милорд. Нам нужно еще дополнительно, наверное, эту псарню уничтожить. Она просто очень сильно мешает. Так что давайте мы ее уничтожим. Милорд, туда мы не доберемся. Все, прекрасно. Подводим катапульты. Катапульты сейчас будут расстреливать стены. Сами знаете, что в Стронхолл 3 существуют некоторые баги, поэтому обязательно уничтожать стенку полностью, потому что мало ли вдруг ни с того ни с сего. Вы уничтожите барбака, у вас пропадет стена, вдруг ни с того ни с сего. Она как бы не является текстурой, то есть она может не являться текстурой, а может потом еще и являться текстурой. То есть вам смысла от этого нет. Если все будет очень плохо. Поэтому стену мы будем уничтожать полностью. Смотрите, мы сделали небольшой проход. Ну, мы создали небольшой проход, и мы, соответственно, еще дополнительно доделываем все проходы, которые только есть. Катапульта там далеко не достреливает, так что все в порядке, все нормально, пока работаем здесь. А это я свои катапульты поуничтожал. Ну вот, короче, в общем, мы уничтожили стену, и вдруг она уничтожила вся пропала. Главное, чтобы все было у нас хорошо. Смотрите, лучники имеют прямой прострел помечникам-охранникам следующего барбакана. Но вдруг вместо унесенного почему-то они этим прострелом даже не пользуются. Им просто плевать, они не хотят этого делать. Конечно же, строкол третий, дамы и господа. Поэтому мы подвозим катапульты в другую сторону, и остается только молиться, что эти катапульты никто не уничтожит. Хорошо, мы здесь разобьем себе, сделаем проходик небольшой, у нас все будет хорошо. Кстати говоря, там есть лучники, которые нас достреливают, поэтому нам нужно будет терпеть в любом случае. Здесь нужно расстрелять как минимум все вот эти стены. Но не слишком сильно. Желательно расстрелять, конечно, левую стенку, поэтому я чуть-чуть подведу катапульта поближе. Надеюсь, что их трогать никто не будет, и мы уничтожим эту стену полностью. Сделано. Все, хорошо, здесь мы можем наконец-то проходить нормально. Катапульты нам еще будут нужны. Кстати говоря, заранее я это место уже зачистил. То есть вы помните вот этих пехотинцев, которых я там зачищал? Вот они, ополченцы. Ополченцы сейчас нормально так лучников поубивали. Но зато у нас осталось теперь 3 лучника, 19 ополченцев, и спокойно мы можем проходить вообще без всяких разных проблем сюда. Просто не агрим мечников и заходим вперед. Всем войскам. Понятно, всем войскам. Лучники хорошо нас не обрабатывают. Если бы мы пошли в прямую, ну, в лобовую атаку, мы без шансов отлетели бы на этой миссии. Потому что там вроде есть лучники на стенах, там есть пехотинцы под стенами. И вот это вот как раз-таки зона, где стояли пехотинцы. Больше их нет, лучников нет. Мы спокойно здесь открываем себе проходик, заходим туда. После этого там проделываем проходик, заходим туда, и никаких проблем не будет. Ну, а теперь я расскажу вам об окончании миссии в Струнхолде 3. Здесь очень странная система окончания миссии. То есть вроде бы нам нужно завоевать замок, правильно? Но вдруг из того ни сего оказывается, что этот замок можно завоевывать несколькими способами. Первый. Я так и не понял. Нужно уничтожать лорда или нет? То есть, блин. Ну, вроде как лорда уничтожать обязательно, когда ты играешь в Струнхолд, да? Это логично. Но теперь второй вариант. Почему-то засчитывается прохождение миссии, если мы просто поднимаемся на Струнхолде. Ну, давайте мы попробуем уничтожить лорда. Я не знаю, сработает ли этот скрипт сейчас. Если сработает, то все будет нормально. Давайте уничтожаем лорда. Поехали. Ну, уничтожить лорда у нас, видимо, не получится. Так что давайте, ополченцами, поднимемся в замок. Лорд не убит, Сильвербэк взят в плен. Замок захвачен. Здравствуйте. Мы победили, господин. Это победа. Это Струнхолл 3, дамы и господа. Спасибо за просмотр. С вами был Роджин. Не ленись и подпишись на канал. Ну и удачи. До следующего выпуска. Четвертая миссия вас ожидает. Субтитры подогнал «Симон»